Зарайск может войти в список ЮНЕСКО ЧЕМ УНИКАЛЕН ПОДМОСКОВНЫЙ ГОРОД Туризм Зарайск может войти в список ЮНЕСКО ЧЕМ УНИКАЛЕН ПОДМОСКОВНЫЙ ГОРОД 8 часов 11 октября 2019 года Обновлено 8.6.11 октября 2019 года Жители подмосковного Зарайска шутят, что он не Зараем, а в раю. Здесь не встретишь привычных многоэтажек, зато окунешься в колорит купеческой среды. Веков. А еще в Зарайске самый маленький боевой Кремль в России. Нужно попытаться сделать все, чтобы это место стало достоянием мировой цивилизации, сказал депутат Госдумы, посол ЮНЕСКО ПО СПОРТУ и посол ООН ПО ТУРИЗМУ Вячеслав Фетисов. РИА Новости, Алексей Куденко Небольшой провинциальный город с населением чуть более 22 тысяч жителей на год старше Москвы. Впервые о нем упоминается в летописи их в 1146 году. Однако археологи обнаружили здесь и стоянку древнего человека. Один из четырнадцати. Небольшой провинциальный город с населением чуть более 22 тысяч жителей на год старше Москвы. Впервые о нем упоминается в летописи их в 1146 году. Однако археологи обнаружили здесь и стоянку древнего человека. РИА Новости, Алексей Куденко РИА Новости, Алексей Куденко Есть несколько версий происхождения названия города. Некоторые эксперты связывают его с древнерусскими словами «Зараз», «Обрыв берега реки», «Иряса», «Болото», «Город за рязками», а также «Зараза», «Непроходимый лес», «Изаразить», «Убить». Последней версии посвящена история. В 1237 году жена князя Феодора Юрьевича Евпраксия, чтобы не попасть в татарский плен после смерти мужа, выпрыгнула из окна высокого терема и заразилась, ударилась до смерти. Вспоминают и о заразе холере, чуме, а также о выражении «Зараз совершенный», «Сделанный за один раз». 2 из 14 Есть несколько версий происхождения названия города. Некоторые эксперты связывают его с древнерусскими словами «Зараз», «Обрыв берега реки», «Иряса», «Болото», «Город за рязками», а также «Зараза», «Непроходимый лес», «Изаразить», «Убить». Последней версии посвящена история. В 1237 году жена князя Феодора Юрьевича Евпраксия, чтобы не попасть в татарский плен после смерти мужа, выпрыгнула из окна высокого терема и заразилась, ударилась до смерти. Вспоминают и о заразе холере, чуме, а также о выражении «Зараз совершенный», «Сделанный за один раз». РИА Новости, Алексей Куденко Депозит фотос Борис Бхуан В исторических документах встречается более 30 названий «Зарайска». В 12 веке это местечко знали как Осетр, также называлась протекающая здесь река, затем город переименовали в Красный, а в 1225 году в Заразск. Имя, вновь связанное с рекой, появилось у города в 1387 году Новгородок на Осетре. Были и разнообразные вариации на тему заразы. Заразецк, Зараевск. В 16 веке вновь вспомнили о реке Никола-Заразске на Осетре. Никола на Осетре, 1532 год, а потом город стал называться Никола-Зарайский. 3 из 14 в исторических документах встречается более 30 названий «Зарайска». В 12 веке это местечко знали как Осетр, также называлась протекающая здесь река, затем город переименовали в Красный, а в 1225 году в Заразск. Имя, вновь связанное с рекой, появилось у города в 1387 году Новгородок на Осетре. Были и разнообразные вариации на тему заразы. Заразецк, Зараевск. В 16 веке вновь вспомнили о реке Никола-Заразске на Осетре. Никола на Осетре, 1532 год, а потом город стал называться Никола-Зарайский. В позапрошлом веке окончательно утвердилось название «Зарайск». Рея новости, Алексей Куденко, Никола в наименовании города появлялся не случайно. По преданиям, еще в 13 веке сюда была принесена икона святителя Николая, а день, когда это случилось, на протяжении многих веков считался праздником. В честь события заложили собор во имя святителя Николая, мерликийских чудотворца. Тогда же возникла и повесть о Николе-Зарайском, рассказывающая о происхождении иконы. 4 из 14 Никола в наименовании города появлялся не случайно. По преданиям, еще в 13 веке сюда была принесена икона святителя Николая, а день, когда это случилось, на протяжении многих веков считался праздником. В честь события заложили собор во имя святителя Николая, мерликийских чудотворца. Тогда же возникла и повесть о Николе-Зарайском, рассказывающая о происхождении иконы. Кроме того, по легенде, на месте передачи образа возник источник. Он находится в северо-западной части города и называется Белый колодец. РИА Новости, Алексей Куденко РИА Новости, Алексей Куденко Главная достопримечательность города Государственный музей-заповедник Зарайский Кремль Оборонительное сооружение построили в 16 веке. Много раз оно подвергалось нападениям. Однако взять самый маленький боевой Кремль России врагам не удалось. 5 из 14 Необычная крепость возведена по канонам итальянской замковой архитектуры, что позволяло вести круговой бой с применением артиллерии. 6 из 14 Необычная крепость возведена по канонам итальянской замковой архитектуры, что позволяло вести круговой бой с применением артиллерии. РИА Новости, Алексей Куденко Фото, Министерство культуры Московской области Здесь до сих пор ведутся раскопки. Азарайская стоянка – древнейший археологический памятник эпохи Верхнего Палеолита на территории Московской области. Чего только на этой территории не находили – череп мамонта, заполненный изделиями из кремней и заготовками для орудий, останки жилища первобытного человека, очаг с перезжинными костями животных, а еще зарайскую, или палеолитическую, Венеру – женскую фигурку из бивня мамонта. Ее можно увидеть в музее рядом с бизоном. 7 из 14 Здесь до сих пор ведутся раскопки. Азарайская стоянка – древнейший археологический памятник эпохи Верхнего Палеолита на территории Московской области. Чего только на этой территории не находили – череп мамонта, заполненный изделиями из кремней и заготовками для орудий, останки жилища первобытного человека, очаг с перезжинными костями животных, а еще зарайскую, или палеолитическую, Венеру – женскую фигурку из бивня мамонта. Ее можно увидеть в музее рядом с бизоном. Фото – Министерство культуры Московской области. РИА Новости – Наталья Дембинская. Эта фигурка бизона – один из самых известных экспонатов музея Зарайского Кремля, сделанной из кости мамонта, ему более 20 тысяч лет. Артефакт сохранил следы ритуальных действий, чтобы охота была удачной, древние люди кололи фигурку чем-то острым, а потом отправлялись за реальными бизонами. Все царапины, а также филигранная работа мастеров прекрасно видны и сегодня. 8 из 14. Эта фигурка бизона – один из самых известных экспонатов музея Зарайского Кремля, сделанной из кости мамонта, ему более 20 тысяч лет. Артефакт сохранил следы ритуальных действий, чтобы охота была удачной, древние люди кололи фигурку чем-то острым, а потом отправлялись за реальными бизонами. Все царапины, а также филигранная работа мастеров прекрасно видны и сегодня. РИА Новости, Наталья Дембинская. РИА Новости, Алексей Куденко. На территории Зарайского Кремля также находятся Никольский и Иоанна Предтеченские соборы. Первый более древний, второй возведен в 1904 году на средства благотворителей братьев Бахрушинах. Есть в городе и филиал театрального музея имени А. Бахрушина. С. 16. Века История Семьи Меценатов тесно связана с Зарайском. 9 из 14 на территории Зарайского Кремля также находятся Никольский и Иоанна Предтеченские соборы. Первый более древний, второй возведен в 1904 году на средства благотворителей братьев Бахрушинах. Есть в городе и филиал театрального музея имени А. Бахрушина. С. 16. Века История Семьи Меценатов тесно связана с Зарайском. Рия Новости, Алексей Куденко Рия Новости, Алексей Куденко, Иоанна Предтеченский собор перестраивался много раз. Первоначально деревянную церковь возвели в 13 веке на могиле зарайских князей Иоанна, Феодору, его жены и в праксе первых жертв нашествия Батыя. Современное здание построено по проекту Константина Быковского, главного архитектора Московского университета. Храм вмещает до тысячи человек. 10 из 14 Иоанна Предтеченский собор перестраивался много раз. Первоначально деревянную церковь возвели в 13 веке на могиле зарайских князей Иоанна, Феодору, его жены и в праксе первых жертв нашествия Батыя. Современное здание построено по проекту Константина Быковского, главного архитектора Московского университета. Храм вмещает до тысячи человек. РИА Новости, Алексей Куденко РИА Новости, Алексей Куденко Именно в Иоанна Предтеченском соборе хранится знаменитая икона Николы Зарайского. Шедевр древнерусской иконописи, стоимость которого, по оценкам экспертов, достигает миллиона долларов, вернулся из Москвы в Зарайск в 2013 году. В архитектуре храма приемы классицизма сочетаются с ренессансными мотивами убранства. Стены и своды покрывают новые и отреставрированные росписи. 11 из 14. Именно в Иоанна Предтеченском соборе хранится знаменитая икона Николы Зарайского. Шедевр древнерусской иконописи, стоимость которого, по оценкам экспертов, достигает миллиона долларов, вернулся из Москвы в Зарайск в 2013 году. В архитектуре храма приемы классицизма сочетаются с ренессансными мотивами убранства. Стены и своды покрывают новые и отреставрированные росписи. РИА Новости Алексей Куденко Благовещенский храм Зарайска начали строить в конце 18 века. Это единственная в городе церковь, где в советское время не прекращались богослужения. 12 из 14 благовещенских храм Зарайска начали строить в конце 18 века. Это единственная в городе церковь, где в советское время не прекращались богослужения. Сам город и его планировку можно назвать памятником 18 века. С тех времен сохранились фасады домов, торговые ряды, архитектура площадей и улиц. Многие здания были построены в позапрошлом веке, а соляной двор у восточной стены Кремля датируется 16 столетиям. Более современный памятник архитектуры водонапорная башня начала ХХ века, на верхнем ярусе есть смотровая площадка. Лестницы и переходы восстановлены в первоначальном виде. Правда, теперь еще и украшены на каждом этаже куклы фольклорных костюмах, самовары, баранки. 13 из 14 сам город и его планировку можно назвать памятником 18 века. С тех времен сохранились фасады домов, торговые ряды, архитектура площадей и улиц. Многие здания были построены в позапрошлом веке, а соляной двор у восточной стены Кремля датируется 16 столетиям. Более современный памятник архитектуры водонапорная башня начала ХХ века, на верхнем ярусе есть смотровая площадка. Лестницы и переходы восстановлены в первоначальном виде. Правда, теперь еще и украшены на каждом этаже куклы фольклорных костюмах, самовары, баранки. РИА Новости Алексей Куденко Девиз Зарайска «Вперед, в прошлое!» Город, где восприятие времени меняется, место, где забытое прошлое становится основой для светлого будущего, утверждают в Туристско-информационном центре Зарайска. Вполне в духе ЮНЕСКО. Обратился, чтобы включили все, что связано с Зарайском, в перечень объектов, которые будут дальше развиваться под Эгидой ЮНЕСКО. «Поэтому наша задача не испортить этот колорит, максимально сохранить историю города», сказал Вячеслав Фетисов. 14 из 14 Девиз Зарайска «Вперед, в прошлое!» Город, где восприятие времени меняется, место, где забытое прошлое становится основой для светлого будущего, утверждают в Туристско-информационном центре Зарайска. Вполне в духе ЮНЕСКО. Обратился, чтобы включили все, что связано с Зарайском, в перечень объектов, которые будут дальше развиваться под Эгидой ЮНЕСКО. «Поэтому наша задача не испортить этот колорит, максимально сохранить историю города», сказал Вячеслав Фетисов. РИА Новости, Алексей Куденко